Как будет выглядеть Самара-арена волнует каждого футбольного болельщика, не исключение и ветерана спорта. Бывший игрок команды «Крылья Советов» Валериан Панфилов с интересом рассматривает фотографии на выставке в ожидании большого футбола. Ветеран вспоминает славные времена, когда российский футбол имел успех и верит, что самарские мальчишки смогут снова пробиться к вершине. Некоторых еще спрашивают, где бы вы хотели играть, они сразу начинают говорить в Челси, в Манчестер Юнайтед, а как будто у нас нет. Вот первая задача – попасть в «Крылья Советов» заиграть на уровне РФПЛ. И тебя, конечно, заметят, и там, если ты действительно что-то из себя представляешь, там уже можно думать будет, куда-то поехать за границу. Кроме общеобразовательной и познавательной функции, выставка в ожидании большого футбола направлена на развитие внутреннего туризма. Через три недели экспозиция отправится в путешествие по городам Ивесин в Самарской области. Всего по предварительным подсчетам организаторов проекта ее должны увидеть больше трех тысяч человек. Сегодня на территории 11 регионов, включая Самарскую, конечно, область, подчеркну, данные выставки открылись. Это позволит хотя бы чуть-чуть увеличить то количество въездного туристического потока, который мы бы получили, не открывая данную выставку. К октябрю коллекция фотоснимков увеличится до 240 работ. Остальные города-организаторы Чемпионата мира дополнят Самарскую выставку кадрами своих достопримечательностей. Мариана Мирная, Максим Гусев, События.